Всем доброго времени! Сегодня мы посмотрим такой расклад, какой мужчина постоянно думает о вас. Посмотрим, какой мужчина постоянно думает о вас. Сейчас не надо никого загадывать, хотя вышел уже. Будем сейчас смотреть. Просто загадывайте себя, какой мужчина. Смотрите, этот мужчина, который любит красиво одеваться, ухаживать за собой. Этот мужчина давно вас знает. Этот мужчина считает вас красивой. С этим мужчиной вы могли недавно разговаривать. Но вы знаете, этот мужчина, он любит погулять. Вы знаете, здесь вы выходите у него в голове самой первой. Но хочу вас разочаровать, что опять идут двойственные ситуации. Мужчина имеет другую женщину, но если даже не женат, даже если не общается с кем-то, то есть не живет точнее, то общение все равно какое-то у этого человека присутствует. Он с другой женщиной, оно есть. Этот человек думает о вас постоянно. Вы у него выходите красивой, вы у него выходите яркой. Ну и колода у нас такая яркая, конечно. Но у этого человека есть, конечно, еще другая женщина, с которой он общается. То есть у этого человека есть какое-то к вам предложение. Ну и чувства, конечно, у этого человека тоже к вам есть. Но смотрите, скажу так, что да, этот человек хотел бы с вами общения. Он наблюдает за вашим шагом в интернете, у него есть к вам чувства. Вот, иногда он может вам пишет, может, ну он как-то, видите, не активен. Он не совсем активно пишет, но активно наблюдает. Не совсем активно пишет, но активно за вами наблюдает. Активно ведет такую деятельность. Деятельность наблюдателя, можно так сказать, за вами. Смотрите, кстати, меня могут смотреть светлые женщины. У кого-то может быть родинка, да, около щеки, либо под глазом. Кто-то может быть рыжий. Кто-то любит очень сильно постоянно готовить. Ну, яркие моменты, да. Мне идет этот человек, что он хотел бы от вас дочку. Вот. Прям идет такая информация. У кого-то из вас может быть дочка, но не от него. Смотрите, человек может о вас говорить, что вы в какой-то магии, или вы занимаетесь магией. То есть, или же вот как-то тянет его к вам, и он думает, что это может быть по магии все сделано. Да, допустим, это может быть по магии все вот как бы его так сильно тянет к вам. Но этого человека я сейчас опишу. Этот человек, он вообще светлый идет. Либо русый. Но он вас ревнует еще к какому-то другому человеку. Думает, что вы боевая. А ревность у этого человека к вам есть. Ревность у этого человека к вам присутствует. Возраст этого человека, ну, где-то 29-30 до 30 лет. До 30. Может быть, да, да, сказать до 30. Сейчас посмотрим. До 30. Ну, этот человек такой, знаете, не любит много разговаривать. Ну, и смотрит на ваши фотографии. Его возбуждают ваши фотографии. Кто-то сейчас может меня смотреть. Знак зодиака именно, да, по рыбам, по водным. У кого-то реально рыжие волосы, либо светлые. Ну, знаете еще как? Вот он сравнивает вас с какими-то женщинами. Он может вот брать других женщин и другие, и вас, других, и вот и вас. И как-то сравнивать. Сравнивать. Марина. Знаете здесь, что идет? Он чувствует от вас какую-то силу. Его как-то притягивает это. Вы можете быть разной. Очень разной можете быть. Знаете, вот сегодня такой, завтра такой. Вот он понимает, что, может быть, у вас поведение меняется. У него может быть число 9 или 6 в рождении, в дате рождения. Номер может заканчиваться на 333. Вас огорчу одним, что он трахается с проститутками. Он заказывает проституток. Это я скажу сразу. Проституток. Не знаю, девочки. Погулять любит. Ну, тянет его к вам. Он может быть либо другой религии, либо просто, знаете, как приехал вот в ваш город. Так еще интересно как-то разговаривает, говорит. Он смотрит постоянно вот либо на какую-то заставку, либо на картину дома и вспоминает вас. Ассоциация идет с вами. Это яркий человек вас смотрит. Знак зодиака у него может быть козерог, стрелец овен. Еще, знаете, какой-то может мужчина от него следить за вами, или брат, или друг наблюдать за вами может тоже. Да, как-то прослеживать, да. Тоже есть такая информация. Либо он может засылать кого-то, чтобы с вами знакомились, да. Допустим, вот как-то проверять. Смотрите. Этот человек однозначно хочет с вами, знаете, как поговорить, и сексуально его очень сильно к вам тянет. Просто сильно. Но, опять же, девочки, вот как я вам, знаете, что скажу? Строит из себя наивного мальчика, но на самом деле кощей-кощей-кощей. Я скажу так, что здесь есть информация о том, что он гуляет, но почему-то, знаете, вот он вспоминает часто вас и думает, мне бы с ней семью, мне бы вот какая бы она была жена. Часто вспоминает, что вот, знаете, как вспоминает, представляет, не вспоминает, этого не было. Представляет, что, а как бы вот вы были бы там, допустим, вот в семейной жизни с ним. Конечно, да. Он думает, как о продолжении рода с вами, может думать. Но он однозначно был с какой-то женой, женщина, жена, скорее всего. Может, вы кому-то его напоминаете. Да, допустим, вот. Вы знаете, у него может быть два ребёнка, у этого человека. Постоянно в движении, он постоянно куда-то ездит. Знаете, ездит гордо. Он гордится, что он куда-то ездит. Либо же гордится своей работой. Вот. Любит яркие цвета. Ну, он хочет, вот знаете, как растопить ваш лёд, что ли, понять вас. Я бы не сказала, что с этим человеком вы знакомы. Вот, как бы, может, знакомы, да, но чтобы вы там с ним были в общении, либо в каких-то отношениях, я бы не сказала это, нет. Я бы это не сказала. Ну, он считает вас, да, грамотная женщина. Считает то, что вы любите одиночество, что вы не такая, как все. Но ему в последнее время, вот, женщины вокруг него стоят, оглядываются на него, он в вашу сторону смотрит. Дома часто, когда приходит, вас вспоминает. Снитесь вы ему сейчас. Смотрите, этот человек не ваш бывший мужчина. Может быть, он знал вас среди, как сказать, там, среди знакомых. Ну, конечно, да. Это тайна, вы его тайна. Вот, особенно в полнолуние он о вас вспоминает. Но, опять же, давайте я сейчас спрошу, как вы знакомы. Ну, тут либо у вас знакомство через интернет было, да, вот. Либо же знакомство через каких-то, да, ну, скорее всего, это через знакомых. Кто-то вас познакомил, и вот у этого человека вы застряли в голове. Когда он вспоминает вас, он чувствует себя жертвой. Вспоминает. Вот, знаете, он вспоминает, что где-то с вами пересекался. Ну, блядь, знаете, что ещё может быть? Может быть то, что вы друг друга знаете, вот сейчас я объясню, и на этапе... Сейчас, простите, уже. На этапе знакомства с вами была ещё какая-то женщина, и он выбрал другую. И вот, знаете, и понял, что это не то. Это не вот, ну, не то. Как попробовал, не нравится больше мне. А у вас обида сильная. Вам до боли больно, вам до боли тяжело. И он понимает, что мне остаётся только за ней наблюдать, потому что она не придёт, потому что она не вернётся. Имена мне такие идут, как Алексей, Степан, Кирилл, Александр, вот Игорь, Олег, Кирилл, Артур. Вот такие имена. Машина может быть белого, либо красного окраса. Ну, не обязательно, ладно, хорошо. Что он хотел бы вам передать? Скоро приду, скоро появлюсь, скоро скажу о своих чувствах. Любовь у меня, говорит. Скоро приду, скоро расскажу о своих чувствах. Ещё какая-то карта свалилась. Что ещё хочет сказать? Собираю за тебя информацию. Мне интересно каждый твой шаг. Вот такой у нас. Но мужчина как до 30, вот как парень. До 30 идёт. Вот такой вот мужчина. Падает у нас здесь. Мразы какие-то ебаные. Пишут мне. Вот ещё карта. Он говорит, мне так обидно, когда я не могу к тебе подойти. Я как колобок. Вот катаюсь с угла в угол. Женщины есть, да, другие. Всё, белая карта. Дальше не продолжаем. Всё, на этом расклад у нас закончен. Но за более личными консультациями вы можете писать мне на WhatsApp. Номер своего WhatsApp я указываю под видео. Когда я его загружаю, под видео я указываю номер WhatsApp. Смотрите, что ещё хотела бы сказать. Девочки, если вот я по голосу, когда вы мне пишете, уже понимаю, кто, как, насколько готов оплатить. Я вам называю цену. Если вас устраивает всё. Если не устраивает, не надо мне теребить мозги. Я же всё-таки работаю, как у меня был случай. Вот сегодня заказала женщина чистку ребёнку. Я сделала. Всё нормально. Ну, сегодня это вот сколько у нас сейчас часов? Сейчас минуту. Уже три ночи. Я сегодня это сделала в два часа. Она пишет в девять вечера, что да, уже стало легче ребёнку. Вот начал как-то это. А потом говорит, я хотела бы подругу ещё к вам. Можно она напишет? Она мне написала, расклад я ей сделала. Расклад я ей сделала, получается. Посмотрела её. А она потом хочет ритуал заказать на рассорку. Там мужчина и женщина. Я уже интуитивно ощущаю, что никто платить не будет. Ну, она хочет, но денег у неё нет. Ну, она меня начинает расспрашивать об этом ритуале. Девочки, нет. Нет, нет, нет. Если вы готовы оплатить, тогда мы и будем общаться о ритуале. Там о порче, о привороте и так далее. Если вы не готовы платить, вы просто вам интересно, как действует этот ритуал, до свидания. Таких я вижу сразу. Я трачу время и рассказываю только тем, кто хочет оплатить. И он готов. У меня был сегодня случай. Женщина заказала приворот. Вот она говорит, да, вы всю правду сказали. Действительно, это так. Я хочу оплатить. Ну, а какой можно? По картам я посмотрела, какой можно ритуал. Какой его возьмёт быстрее этот ритуал. Там же под категории разные. Нужно было именно чёрный, кладбищенский. Да, мы с ней договорились, человек оплатил. А бывают такие вот дебилки, пишут, да, вот. Вроде бы даже вот мне 26 лет, да, но я умнее вот в 100 крат вот этих женщин. Вот я как будто жизнь за них прожила. Действительно, они только родились. Ну, вот тоже пишет мне одна женщина. А можно ритуал на бизнес? Мореточка, здравствуйте, чтобы у вражины бизнес пошёл не туда, чтобы он упал. Ну, хорошо, это можно сделать. Она говорит, ну, он у меня упал в бизнес, и у меня ничего не идёт. Я поняла, я прохавала, я же видящий человек, я всё вижу, что она не хочет платить свои. Я же имена не называю, правильно? Я ничего не раскрываю, всё в таинстве. Я рассказываю просто так, человек, человек, женщина. Никто никогда не поймёт, кто эти люди. Ну, в общем, вот эта женщина, она мне начала писать. Ага, я поняла уже. Ну, блядь, всё уже было понятно. Что человек кидает своих подчинённых, он им нихуя, блядь, не платит. И поэтому высшие силы оставили её без рабочих и без ничего. И она просто будет сосать. Никто там на неё порчу не делал. Просто-напросто она решила кинуть своих подчинённых, не платить у неё свои магазины, не платить им зарплату. Вот. А вот её враг, он был щедрый человек, давал больше, чем надо. Да и высшие силы наградили его за это. Вот и всё. Никакой порчи там нет. У неё всегда порча. Если что-то стало и не идёт, если человек заболел, или там ёбнул машину, не значит, что это порча. Это бывают обстоятельства нашей жизни. Кому нужна моя помощь, номер ватсапа я указываю. Всем желаю здоровья. С наступившим вас Новым годом. До свидания.